всем привет привет всем отличной недели сегодня хочу начать неделю с расклада чего вы не замечаете либо что вы не замечаете будем говорить в общем не касаемо какой-то ситуации либо какой-то сферы вот посмотрим что покажет и по скажу так позиция перед вами выбирайте тайм-коды есть в описании все как обычно а мы с вами приступаем и так позиция номер один голубенький камешек первая позиция суда на единички что вы не замечаете в кубков такое ощущение что вы как будто бы не замечаете какого-то света который пролился на вас и он наполнил вас какими-то эмоциями такое ощущение что как будто бы какая-то благодать с ней зашла на вас вы это не замечаете вот этот свет это новые энергии это какой-то вот я не знаю состояние счастья блаженство то что вас наполняет но вы хочется сказать в упор это не видите то есть ваши энергии как будто бы сменились да в них стало больше света но такое ощущение что вот вы смотрите вниз либо себе под ноги либо вообще вниз и не смотрите наверх но это опять-таки метафорично да это не в прямом смысле здесь вот какой-то такой свет эти такое ощущение что вот человек шел в тени каких-то деревьев да вот потом вышел на дорогу и вот свет пролился на него и это очень мне напоминает как какой-то вот знаете свет от фонарика в темноте вот он настает какой-то луч и вот в этом луче вы и находитесь но вы его не видите то ли это какая-то защита то ли это какая-то очень какая-то не знаю благость благодать что-то свыше вам дано сейчас какое-то снисхождение идет что это такое не могу понять это касается вас самих знаете вот как будто бы какой-то импульс импульса к дальнейшему движению но здесь движение не вперед а вот именно какой-то рост почему-то как-то по по вертикали мне здесь показывает не могу до сих пор понять зачем здесь конкретно здесь как будто бы что-то разрушилась в вашем восприятии мира как будто бы что-то очистилась знаете так бывает когда человек переходит с одного уровня на другой как будто бы какая-то шелуха с вас спала знаете когда человек обгорает и вот он начинает облазить но для того чтобы сменить кожу да то есть мертвые ткани уходит и новая кожа появляется опять же таки это все метафорично здесь общее такое ощущение что вы поднялись куда-то на на ступень выше но вы этого не видите то есть как будто бы вы продолжаете жить обыденной своей жизнью но при этом как будто в ваша жизнь изменилась что ли ваша судьба изменилась такое ощущение что так как раньше было не будет но это не в плане того как вы взаимодействуете с людьми или как живете просто сейчас какая-то новая ступень вашей жизни она не имеет отношения напрямую к людям она имеет отношение к развитию вашей души как будто в вашем сознании что-то перевернулось либо что-то открылось мне показывает как знаете такое ощущение что вот ваше тело она как будто бы ходят по земле а голова уже как стала не то чтобы просветленная но она она находится на на уровне небес это знаете как наглядно чтобы было понятно как жираф получается так что многие тела ходят по земле а его голова она выше облаков что-то здесь такое мне показывает то есть вот как будто бы ваше сознание ваша душа она на на ступеньку выше но вот все остальное да вот это вот материя ваше тело она еще вынуждена даже не вынуждены неправильное слово она находится на земле ну потому что так надо и здесь как будто бы такая задача да у этого жирафа отпустить голову с небес посмотреть под облаками что есть то есть как будто голову подняла наверх так я не знаю подышал свежим воздухом а потом голову отпускает вниз и вот хочется сказать нахватавшись это свежего воздуха да на на его как-то вот не знаю основе идет по земле какие-то у вас перемены произошли в жизни вы их не замечаете почему потому что это не то что не то что такое измеримое осязаемое это как раз таки на уровне сознания на уровне восприятия мира вот как будто вы знаете какие-то частоты изменились но вы их еще не можете в материальном мире заметить потому что идет какая-то заминка ну во времени как будто даны какие-то не знаю больше знания вы здесь какое-то очищение что очистилась что очистилась хочется сказать что это ваша душа очистилась но это будет не совсем верная формулировка потому что душа не может очиститься но здесь вот как будто бы идет какая-то сонастройка вашей души это как не знаю как что-то такое не проявленное как бы вам пример такое привести чтобы было понятно она существует скажем так на уровне метафизики и это есть вас но вы это не видите потому что вы существуете физическом мире что вам это дает здесь какие-то перемены будут что вам это дает аркан звезды это как будто бы направит вас на в нужном направлении в соответствии с тем что хочет ваша душа здесь вот какое-то очищение идет я не могу понять то ли очищение от материи то ли вы как будто бы ваши вибрации сменились и как следствие у вас появятся другие мысли более чистые более не то чтобы возвышенные но они будут очищены от каких-то страстей очищены от какого-то негатива на то есть простыми словами мы это говорим когда человек переключается на что-то такое позитивное но здесь не не про дуально здесь не может быть там что-то негативное либо что-то позитивное это что-то более такое возвышенное что не имеет дуальности в себе это вопрос о единстве и здесь здесь и такое ощущение что кто-то пойдет каким-то своим индивидуальным путем развиваться как будто вы знаете человек понял что я не хочу то чтобы жить среди массы а как будто бы человек идёт каким-то своим путем которые ему говорит его душа то есть возможно вы можете здесь делать что-то что не совсем может быть одобряем а то в обществе да может быть не совсем понятно ну допустим толпа людей идет по течению а вы можете развернуться и пойти в каком-то другом направлении да и только потому что у вас есть какой-то внутренний зов который вам говорит вот туда надо идти и вы возможно даже не совсем понимаете зачем мне туда но вы идете потому что здесь есть доверие именно того процессу который происходит но у вас ведет как будто бы по своему пути вы не всегда это понимаете и не всегда это будете понимать но здесь как будто бы очень важно вот быть вот в этом доверие того что вас ведет внутри не знаю это не называется интуиция здесь по моему какое-то другое название хорошо для чего вам это дано да то есть вы это не видите точно а для чего вам это дано сейчас я посмотрю здесь интересные какие-то перспективы у вас открылись опять-таки понимаете здесь в контексте например короткой жизни до одного воплощения но может не иметь какого-то именно смысл а то есть не оставлять какого-то отпечатка потому что воплощение одно воплощение она слишком короткая по времени но то что вот вам открывается вот именно в контексте вечности души она имеет большое значение вот и то есть если вы будете на борту если не будете соответствовать этому да а будете жить так вот как будто бы как все в понимание одного воплощения до земного то вы как будто бы отстраняетесь наоборот от своего пути а если вы идете вот не знаю какое-то такое видение понимание вечности я не могу это объяснить здесь какие-то очень высокие вибрации идут и понимаете у них нету не то что земного аналога объяснить логически это очень сложно а почему потому что я вижу свет знаете вот я вижу белый свет и объяснить смысл этого белого света я не могу но когда ты погружаешься в этот свет он он наполнен смыслами то есть только тот человек который в него погружается для него это это состояние вот этот цвет он имеет какой-то смысл у каждого это будет свой и он не выражается вербальным каком-то понимание а у выражается в каких-то внутренних переживаниях то есть здесь даже нету картинок понимаете чтобы вам как-то описать а это вот какое-то внутренняя внутренняя какая-то такая наполненность да ну вот здесь как будто бы какой-то святостью что ли вот человеческом понимании святость она какая-то слишком такая возвышенная непонятная и ну я не знаю кажется как будто бы непрактичная в жизни да то есть опять же таки это человеческое такое восприятие да что святой это вот он как будто бы сам по себе это он вообще никак не похож на других людей но это вот какое-то ошибочное восприятие здесь как будто бы обычный человек но он несет вот этот какой-то внутренний свет в себе я не могу понять чем его смысл вот в чем задача этого света да что он должен делать причем сам человек самое удивительное что здесь вот именно по этой позиции сам человек он этого не осознает может там не знаю работать где-нибудь на заводе может работать дворником ну какая-то такая простая может работать разнорабочим да то есть здесь не обязательно какой-то уровень какая-то степень там учености должна быть дали бы какое духовное развитие то есть человек может заниматься элементарными вещами я не знаю электрик например либо ну вот что-то такое простое достаточно да без включения ума но при этом вот какая-то у него такая задача но ты при этом он святой я не знаю как это объяснить зачем это нужно зачем это святость нужно потому что здесь должно произойти очищение вашего очищение вашей души ну вот обычно люди это говорят да очищение кармы давайте я скажу наверно по-другому не то чтобы очищение кармы а выравнивание вот этих вот причин и следственных связей как будто бы вот этот свет он дает вам возможность очистить какие-то вот следствия ваших же собственных поступков да либо развязать какие-то узлы в контексте именно вечности но в прошлое то есть прошлом возможно там было очень много много разных каких-то наработок ваших до которые надо было ну платить по долгам по отношению к разным людям и вот здесь как будто бы вот я не знаю то ли что-то вы сделали то ли что-то вы сделаете я не знаю как но хочется сказать по каким-то вашим заслугам опять же таки заслуги не в контексте того что там не знаю кого-то пожалели да либо кого-то спасли здесь не в этом понятии здесь здесь какая-то своя ветка развития вашей души которая говорит что вот как-то вот вам по заслугам ну вот как списываются какие-то долги списываются какие-то счета в контексте вечности то есть возможно вы бы еще воплощались там ну условно говоря до 10 воплощение чтобы расплатиться с чем-то либо с кем-то а тут вот как будто бы вам списали это для того чтобы то ли помочь вам вот как-то вот вырасти здесь очень важно я не могу сказать что здесь как-то душа погрязла и вот ей нужна была какая-то помощь и опять-таки здесь не дается ничего авансом а здесь здесь как-то вас я не знаю как это объяснить не то чтобы повысили в должности но вот как-то я просто вижу ваш рост и очень много света вас встала вот от чего-то вы очистились не знаю вот что-то поняли в чем-то разобрать например поняли насколько важна человечность человечность да в жизни потому что ну вокруг очень много жестокости и вы для себя например решаете что я буду теперь жить вот в соответствии но у меня появится такая либо уже есть такая ценность как человечность и доброта все я теперь буду жить так неважно что происходит вот я буду во всех поступков во всех своих действиях акцент делать на человечности на доброте и вот какое-то вот такое ваше решение она автоматом пролила на вас в какой-то вот свет что ли божественный и очистилась как это к что что-то такое негативное не знаю какая-то здесь не теневые качества вот что-то от вас отпала какие-то не знаю может быть страхи может быть какие-то кармические долги и то есть здесь что-то что-то изменилось и не знаю как вам объяснить но здесь идет очищение очищение вашей души то есть была пятерка пендакли до духовная нищета а сейчас вот вдруг как будто бы вот ваш сосуд он наполнил с этим светом вот этим вот каким-то блаженством причем знаете вы то что вы сделали это какая-то мизерная кроха это вот как одна песчинка в пустыне но она настолько даже не взирая на свою какую-то на свой какой-то маленький масштаб да вот как песчинка она сыграла какое-то ключевое ключевой какой-то момент что вот вам дали вот этот свет да это как опять же не могу сказать что это в награду и и не могу сказать что вы это заслужили вот это просто не знаю как данность мне это показывает здесь это вот в контексте в вашей душе понимаете в теле человека это сложно объяснить эти понятия потому что у у нас у людей есть свои какие-то понятия что правильно что неправильно да какие-то свои понятия справедливости но в рамках вселенной и эволюции души то что допустим дается мы не можем человеческим умом это понять не потому что нету таких объяснений потому что мы не можем понять что он такого сделала да что вот он заслужил а я например вот делаю столько добра и там помогаю там волонтерством занимаюсь и могу заниматься всю свою жизнь и мне не дадут даже мизер того что дали здесь этому человеку а он может быть элементарно ничего не делал вот просто я не знаю допустим дворник делает свое дело убирает улицу он за это деньги получает но вот что-то он видимо сделал по-другому я не знаю элементарно может какой-то цветочек посадил но вот что-то я не могу здесь сказать вам конкретно вот этого детали на настолько стала ключевым что хочешь сказать небеса открылись и на вас излился вот этот божественный свет что он вам дает он помогает вашей душе опять-таки в этом воплощении вам может быть и не понять что он вам ожидать но в контексте вечности как будто бы уму открылась какая-то божественная библиотека которым будет получать кучу знаний вот как я не знаю открылись райские какие-то врата где живут светлые там я не знаю учителя души вот что-то такое для него это открылась опять-таки на уровне физики это не пощупать и не покушать и не попробовать и не понять но в конце есть и вашей души вот ваша душа это ликует здесь потому что вот как будто бы я не знаю на нее на нее исходят вот от нее скорее всего вот какая-то такая благодарность знаете вот когда слезы идут до что-то даешь опять-таки это так примитивно сейчас если я скажу потому что это не сопоставимо того что я вижу например когда человеку но хочет что-то очень долгое время да вот ролики показывает там например сын покупает отцу машину которую всю жизнь мечтал а вот у него слезы накатываются он даже не верится ему да что ему это дали это подарили эту машину потому что он так они мечтал так он хотел и вот он радуется но это вот материальная какая-то вещь она несравнима с тем что вам дают а здесь вот как раз ки в контексте души в контексте души это вот я не знаю например это списался какой-то долг прошлых воплощение дали бы какая-то развязка произошла и здесь душа она вдохнула свободно как будто бы какие-то оковы спали опять-таки как человеку нам это не понять но вот на уровне эволюции для души хочется сказать вот когда вы перейдете до из физического мира в более тонкий по окончанию этого воплощения вы поймете что произошло ну то есть вы это увидите в вам на небесах это объяснят и вы будете ликовать вы будете радоваться и вот по сравнению с тем что вам сейчас дали все что вы прожили в этой жизни она не сопоставима она не может стоять на весах даже рядом и близко то есть вы можете там не знаю помогать но очень многим людям да можете дарить любовь не знаю что угодно но вот то что вот сейчас на вас не зашло вот это вот свет вот эту любовь то что вам открылась сейчас в вашей душе это у меня такое ощущение что вот я как будто бы я не знаю разговариваю допустим вы привыкли разговаривать на русском языке да а вот вам дали какой-то я не знаю чин либо какое-то посвящение там на латыни и вот если думаете нафиг не это латынь нужно да и я не понимаю 100 лет она мне не нужна но это с точки зрения человечества ну вот человеческой вашей природы а когда вы находитесь тонком плане да уже после физической смерти именно вот это вот латынь вот эти вот знания там я не знаю язык пали конец санскрита что-то такое он дает вам какое-то преимущество в вашей душе не по сравнению с кем-то по сравнению развития вашей души и знаю насколько я вам дала понять здесь очень сложно потому что здесь нету примеров не знаю сможете ли вы это почувствовать или нет в общем вопрос для чего вам это дали для того чтобы вот очистить вашу душу как-то вот здесь даже не для того чтобы облегчить вашу дальнейший путь почему потому что опять-таки в контексте мироздания божественных каких-то законов вам облегчать путь не нужно потому что вот то как вы идете это необходимо для вашего развития даже если это куча кризисов даже если это куча проблем это все необходимо для того чтобы вы что-то осознали каждый день должен что-то свое осознать и прийти к своему собственному свету но вам как будто бы вот то что вот вам дали вам даст это некая никак подсказка некая такое преимущество что ли как будто бы дали дополнительный фонарик в темноте вот ушли с одним фонариком дали второй фонарик и опять-таки казалось бы ну зачем мне фонарик да лучше вы видите меня туда куда надо это с человеческой точки зрения а с точки зрения там я не знаю небесной канцелярии вот этот второй фонарик он вообще мало кому дается и поэтому очень важно что вам его дали вот какие-то здесь такие метафоры идут для чего вам эта информация я не знаю что происходит с энергиями с моими с вашими но последние расклады вообще удивительные для чего вам дали эту информацию и для для того чтобы вы увидели какие перспективы теперь будут открываться вашей жизни причем знаете здесь так интересно возможно ранее кто-то там но были к и имели какие-то земные желания там не знаю например хотели купить дом хотели купить машину хотели что-то там купить какой-то участок а сейчас как будто бы ваши желания они изменятся у вас появится там я не знаю может быть у кого-то появится желание что-то сделает для других людей вот что-то какое-то вот служение именно для мира для людей но по словам служения люди как будто бы знаете вот какое-то слово земном понятии оно как некое извращение да то есть я буду твоим рабом да ты будешь моим хозяином здесь не такой смысл идет а служение в контексте объединения да в контексте не знаю вот элементарный пример да когда любишь какого-то человека хочешь что-то сделать приятное для него даже самое простое например когда он приходит с работы уставший хочется приготовить что-то вкусное чтобы человек поел и вот чем-то порадовался это тоже является формой служения вот здесь что-то такое и вам это дали сейчас до вопрос для чего вам дана эта информация для того чтобы вы видели какие-то новые новые горизонты которые открываются перед вами и смогли сделать выбор но здесь выбор это не в материальном плане сейчас попробую объяснить по-другому здесь выбор он будет на основе каких-то других ценностей на основе ценностей не знаю добродетели каких-то да то есть чтобы человек например выбрал быть мужественным до мужественным на своем пути развития какие-то трудности к с которыми он будет сталкиваться до чтобы он их проходил с высоко поднятой головой до чтобы не было вот это вот горести игорь и там не знаю все этого не на жизнь вот чтобы он как будто бы крепился был более мужественным вот какие-то такие здесь такой выбор идет возможно это позиция не для всех мне так кажется опять же таки я не буду судить потому что это не мое право мое дело переводить переводить до передавать вам информацию но здесь вот что-то такое открывается еще для чего дана эта информация знаете чтобы вот вы как будто по по-другому посмотрели хочется сказать здесь найти не то чтобы вы по-другому посмотрели на жизнь а вот у меня такое ощущение знаете вот когда открывается третий глаз но это метафорическое такое выражение до открытие третьего глаза когда человек уже начинает смотреть на жизнь не с точки зрения маленькой букашки до который вот просто идет по земле и надо и просто поесть и и размышляться и все больше ничего не надо а здесь как будто бы вы уже смотрите на мир более как-то масштабно что ли здесь какие-то другие понятия у вас откроются в жизни вы начнете на людей смотреть по-другому не возвышенно не как тот на равных я не могу объяснить сейчас попробую объяснить что же такое на равных то есть знаете вот ваше сердце она как будто бы наполняется любовью и вы смотрите на всех людей уже не с точки зрения вот этой ширмы маски которые люди носят и особенно когда начинает кому-то грубить да как-то вот не знаю может быть тупить в некоторым степени да либо наоборот как-то негативно выражаться вот вы как будто вы будете видеть людей насквозь в контексте и божественного света вот он будет смотреть на человека и вы будете видеть его вот этот свет вот эту иску то есть здесь вот поэтому я имела ввиду открытие третьего глаза то есть вы смотрите на человека вы видите душу каждого человека который вот этого божественную иску которая проходит свой путь и это даст вам опять же таки вот тот свет который на вас пролился и и то служение, о котором я говорю, вы как будто бы будете поддерживать вот эту вот божественную искру, потому что у меня такое ощущение, знаете, вот этот вот божественный свет внутри каждого человека, когда он идет по жизни и сталкивается вот в материи, твердой материи, он становится более грубым, и такое ощущение, что вот как будто бы душа каждого человека, она о чем-то кричит, о чем-то просит, и она никак не может достучаться до ума каждого человека, потому что вот этот огонек, он такой маленький, и, к сожалению, он не может достучаться до ума, чтобы человек шел в том направлении, в котором нужно, и вот как будто бы вот эта вот ваша способность, умение видеть вот эти вот огоньки и то, о чем они просят, вы как будто бы станете каким-то, я не знаю, неким таким проводником, когда будете разговаривать с душой человека, и будете переводить вот этот язык души на понятный язык самому человеку. Как-то очень интересно здесь так показывают, то есть мне показывают какой-то огонек в форме человеческого тела, только огонек светлый, а все остальное, оно как будто бы такое, знаете, серое, мрачное, темное, и вот этот огонек, он как будто бы вам говорит, да, я не могу достучаться до головы, моей головы, да, вот передай вот это, вот это, и вот вы как будто бы будете передавать, но будете говорить на понятном как будто бы человеку языке, таком земном, на понятном ему языке, для того, чтобы что-то происходило в человеке. Я не знаю, как это объяснить. Ещё здесь показывают, знаете, как некого такого робота, и как огонёк сознания, который положили в этот робот. И этот огонёк, он как будто бы ведёт робота и говорит ему, поверни направо, поверни налево. А этот робот, он как-то, не знаю, начинает бунтовать. Он не делает то, что просит его этот огонёк. И вот через вас как будто бы вы должны будете говорить что-то такое людям, чтобы они из этих машин превращались в людей. Это как медуза горгона. Люди закаменелые, вот это сейчас. Но внутри них живёт же душа. И вот вы как персей, да, должны будете что-то такое волшебное сделать, чтобы люди из людей камней превратились заново в живых людей. Вот для этого вам как будто бы дали вот этот свет. Но опять же таки, это не говорит о том, что вы будете там, я не знаю, какими-нибудь учителями, какими-нибудь мудрецами. Нет, это будет происходить в обычной жизни, привычной вам. Но опять же таки, если мы говорим с точки зрения благости, получите ли вы там больше денег, либо больше еды, станете ли вы жить ещё лучше, я не знаю, я не могу сказать. Но с точки зрения вашей души вы будете делать, проделывать действительно колоссальную работу. И вот в этом и будет заключаться как будто бы ваш труд во благо других людей. Что-то такое. Так. Это была первая позиция. Мне очень некомфортно передавать эту информацию. Знаете, как ни странно, казалось бы, мне нет ничего негативного. Но, не знаю, мне почему-то очень некомфортно. Так, может быть, потому что я думаю о том, что поймут, не поймут, как поймут, что нужно, не нужно. Ладно, оценка моего ума. Так, позиция номер два. Красненький камешек. Двоечки. Смотрим вас. Чего вы не замечаете? Надеюсь, здесь больше не будет ничего такого небесного. Что-то какое-то конкретное, понятное. А то опять будет говорить о том, что... Ну и фантазёрка она придумала. Так, а чего вы не замечаете? Чего вы не замечаете? Король мечей. Пятёрка. Ту жезла. Секундочку. Сонастроюсь, потому что... Какое-то огорчение. Вы как будто бы не понимаете, почему какая-то ситуация здесь завершилась. То есть для чего? Вы здесь... Ощущение того, что вы как-то вот огорчаетесь, да, где в чём-то была поставлена точка. Но... Либо отдаление, либо расставание какое-то. И вы повёрнуты... И вы повёрнуты вот как будто бы в прошлое, да, ещё находитесь в этих переживаниях, этих воспоминаниях, огорчениях. Но за вашей спиной идёт какое-то новое начало. И вы это новое начало не видите. То есть вы не можете понять, почему это случилось. То есть у каждого здесь своя ситуация. То есть почему там, я не знаю, например, меня уволили с работы, ведь всё было так хорошо. То есть здесь какое-то ключевое, что вот как будто бы всё было хорошо, и вдруг неожиданно это закончилось. Либо неожиданно, может быть, это какая-нибудь дружба, да, общались, там, не знаю, с подругой, с другом очень хорошо. А потом как-то вдруг резко охладели и отдалились, и человек задумается здесь о том, что, а что произошло, да, как-то вот расстраивается, переживает на отсчёт. То есть вот ощущение того, что причины не было, ну вот какая-то ситуация, она как будто бы себя и жила. И вот вы ещё находитесь в этих переживаниях, но за вашей спиной есть что-то новое. То есть вы не замечаете, почему произошла вот эта ситуация, и вы не видите, что новое. То есть здесь, почему произошла эта ситуация, связанная с тем новым, что должно войти в вашу жизнь. Здесь есть прямая связь одного с другим. Что новое должно войти в вашу жизнь. Какое-то примирение, обновление, обновление. Вы, вы новое вошли в свою жизнь, да, вот здесь как будто бы вам уготовлена какая-то новая, новая жизнь, новая жизнь. Опять же, новое не в контексте обновления, а в контексте вот что-то другое предлагается вам, как вариант, но вы не понимаете. Здесь сейчас по-другому скажу. Допустим, у вас были отношения, да, с кем-то, и вы, ну, всё было хорошо, не было причин какого-то расставания. А потом вдруг как-то неожиданно посмотрели друг на друга и поняли, ну, что как-то вот, ну, не тянет. Не знаю. Прошла любовь завяли помидоры. Без каких-то конфликтов, без каких-либо ссор. Просто появилась какая-то дистанция, охлаждение, отдаление. И вы не понимаете, да, и хотите как будто бы разобраться, почему так, почему меня забирают этого человека, да, вроде бы вот всё хорошо было. Но на самом деле, если бы вам сейчас сказали, что вам приготовили какого-то другого человека, вы бы от нему отказались. Вы бы сказали, он мне не нужен, потому что у меня есть вот этот человек, и с ним всё хорошо. Но в контексте вашей жизни вам нужен какой-то сейчас другой человек для чего-то другого в вашей жизни. Не то чтобы для другого урока, а просто, знаете, вот как остановка мне показывает поезд, да, человек едет, 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 а потом с каким-то своим попутчиком, да. Потом этот человек вышел, попутчик, а кто-то другой зашёл в ваш вагон, в ваше купе, и сменился попутчик, а вы продолжаете ехать. И вот здесь вот вы как будто бы разочаровываетесь. Почему? Потому что так хорошо было с этим попутчиком. Мы разговаривали по душам, да, там, я не знаю, чай пили, у нас было много чего общего. А тут появляется какой-то абсолютно новый человек. И я не хочу нового, я хочу того старого, с которым мне было хорошо и комфортно. Вам говорят, ну, знаешь, дорогой, дорогая, тебя не спрашивают. Вот человек купил билет, да, вот сейчас он будет ехать в своё купе. Прошу любить и жаловать, да, и заново с ним знакомиться. Вы не понимаете и говорите, а зачем мне с кем-то знакомиться? Вот я лучше буду молчать, я не буду ни с кем знакомиться. Вот здесь не совсем так просто, да. Здесь вот с этим новым попутчиком что-то должно произойти, и он вам нужен. Но нам сложно отпускать то, где мы чувствовали себя хорошо и приятно. Понимаете? Вот для этого вам дают. Для того, чтобы вы двигались дальше. Вот карты говорят, а вы как будто бы закрываетесь. От чего закрываетесь? Вот от этого вашего нового попутчика, от нового человека, построения, да, чего-то нового в вашей жизни. А почему вы закрываетесь? Ну, в принципе, я объяснила. Ну, вот король Пендакли, потому что он так комфортно, было приятно с этим человеком, да. Вот Паш Кубков. В принципе, даже не выкладывая карты, да, то, что я и писала. Хорошо. И вы это сейчас не замечаете, да, то есть, что конкретно вы не замечаете? Не то, что у вас сменился один человек на другой, а вы не замечаете какую-то общую задачу, да, замысел вот этой вот рокировки. Что вам нужно знать в этом? Что вам нужно знать? Что просто это процесс обучения, и вам нужно в него пойти, хотите вы или не хотите. Да, сфокусироваться. На чем конкретно надо сфокусироваться? Аркан Судаун о том, что какой-то этап в вашей жизни завершен. И не включать здесь эмоции по пятерке кубков. Здесь не нужно разочаровываться, потому что вы должны были уже достаточно хорошо подрасти психически и понять, что никто нам не друг, да, никто нам не враг, а каждый человек нам учитель. Вы должны были понять о том, что что-то новое в вашей жизни должно войти уже, да, причем давно должно было войти. Вам дали какой-то период такой подарочный, чтобы вы еще побыли немножко в прошлом, вот, но пришло время уже войти вот в это новое. В какое новое? Во что новое? Десятка мечей поставить. Ну, это десятка пентаклей, да. В построение какой-то новой своей жизни, причем эта жизнь сейчас, она будет по продолжительности иметь больше времени, чем тот этап, тот период, который был у вас. То есть здесь вот то, что вы будете закладывать сейчас, то, что дается, это будет на долгий период. И это не навсегда, потому что навсегда это прямо вот слишком такое большое слово. Но это вот на какой-то долгий период, ну, как минимум лет на 10, да, вот такой вот фундамент хороший вы закладываете. Здесь просто нужно развернуться. Вам даже с этим прошлым прощаться не нужно, которое вы очень сильно любите, да. А просто нужно развернуться и сфокусироваться на то, что вам предлагается сейчас. А что конкретно предлагается? Ну вот, вам покажу, да, Верховная Жрица. Не покажу, еще рано знать. Просто нужна какая-то некая готовность того, что это новое входит. Причем здесь очень важно не оценивать с точки зрения, что ну, если это хорошее, пускай входит, а если это плохое, то пускай проходит мимо. Здесь не надо так думать. А здесь нужно думать. Здесь у меня идет такой, знаете, золотой цвет. Прям золото. Я не знаю, почему золото. Вот блеск такой, как от золота. Золотистый свет. Вот что-то такое. Знаете, как песчинки, да. Иногда бывает так на солнце. Смотришь луч, и вот в нем как будто бы что-то такое золотистое, как песчинки какие-то такие золотистые. Вот что-то такое. Входит в вашу жизнь. Это что-то новое. И здесь очень важно просто принять это без оценок. Что это такое? Что это такое новое? Это то, что вас наполнит... Да, это то, что вас наполнит как-то красотой. Красотой. Здесь какое-то состояние души. Вот мне идет позолото, и все, я не могу понять. Даже трон показывает позолоченное. Вы что-то связано, знаете, с позолотой. Корона какая-то, тоже золотая. Вы что-то такое показывают. Не пугайтесь. Тройки мечей здесь и не об этом. Здесь речь идет о том, что вам как будто бы предлагается сейчас что-то более ценное, что-то более существенное, более взрослое, зрелое, необходимое вам. Существенное что-то такое. То есть, например, маленький ребенок раньше играл с игрушечными машинками, а сейчас у него уже там, я не знаю, своя коллекция больших настоящих спортивных каров. Ну, то есть машин, да, вот что-то такое. То есть уже что-то взрослое, здесь что-то по-взрослому, что-то такое, не знаю, существенное вам будет предлагаться. То, что должно было давно прийти. Но вы этого, вот видите, как-то боялись. Ну, опять же-таки, не хочу использовать слово хорошее или плохое, но четверка Жезлов говорит о том, что, давайте так скажу, вам это понравится. Хотя вы здесь не... Здесь идет вот эти вот энергии, идут энергии радости. Может быть, даже энергия какой-то, вот я не знаю, чего-то такого внезапного, неожиданного, приятного. Радость, радость. Бывает радость от какого-то подарка, когда, знаете, прыгаете, скачете от радости. Вот какие-то такие здесь энергии. Что-то неожиданное, не знаю, вы не ожидали, а вам это дали. И здесь вот какое-то... Какие-то мгновения внезапности, да, что это будет как-то вот неожиданно, внезапно. Здесь нельзя включить какое-то предвкушение, потому что вы не будете понимать, что это такое. Но, опять-таки, у нас вопрос, да, чего вы не замечаете. Вы не замечаете того, что вам дают. То есть то, что приготовила для вас жизнь... Опять-таки, я не хочу сказать в будущем, потому что я это вижу уже сейчас. То есть это не где-то там в далеком будущем, там сказать до конца зимы или еще что-то. Опять-таки, мне показывают энергии, а у энергии нет времени. Ну, я вижу это вот по ощущениям, такое ощущение, что, знаете, как этот... Играют в игру, даже не знаю, как она называется правильно по-русски, когда глаза завязывали, да, и раскручивали человека. И вот он должен был поймать кого-то, да, с закрытыми глазами. После того, как его хорошо-хорошо раскрутили, он такой, знаете, шалтай-болтай, он ловит человека и должен его описать. А потом, когда снимает повязку с глаз, да, он понимает, угадал я или нет. Так вот здесь такое ощущение, что вас просто, вас не раскручивали, а вы смотрели в одно направление завязанными глазами, вас просто развернули на 180 градусов, сняли повязку, и вот вы смотрите, что перед вами. Вот здесь какое-то такое ощущение. То есть это в моменте здесь сейчас, здесь нет времени. Ну, вам предлагается что-то, что вам будет необходимо. Могу предположить, что вы можете, будете благодарить за то, что вы это, вам это дали. Я не могу сказать, что это человек. Я не могу сказать, что это, я не знаю, работа вашей мечты. Здесь вообще нету конкретики в понимании того, что именно здесь запланировано для вас. Но здесь энергия. Опять-таки, я всегда читаю энергии. Здесь энергия. Вот то, что вам будет даваться, это будет вам очень нравиться. Незапно, неожиданно. Это что-то такое приятное. Не знаю, как букет цветов от человека, любимого, когда вы не ожидаете, вот вам дарят. И это очень-очень приятно, это очень мило, это очень трогательно. И в то же время это радует. Вот здесь какие-то такие энергии, но для того, чтобы их увидеть, вам нужно развернуться на 180 градусов. То есть не надо задаваться вопросом сейчас, почему вот произошло вот то, что здесь произошло. Потому что то, что придет вот здесь, это то, что вам будет нужнее, ценнее. У меня такое ощущение, что когда вы это осознаете, ну то есть когда это случится, потому что заранее вы не сможете подумать, что это вы, вы даже не догадываетесь об этом. Но когда это что-то случится, вы очень быстро забудете вот это. И это будет правильно. Вы даже об этом не будете вспоминать. Поэтому если вы сейчас о чем-то горюете, как подсказка, то это делать не нужно, потому что когда случится вот все, что здесь запланировано по вашу душу, вы будете очень радостны. И тогда поймете, почему вот все шло так, как шло. То есть сейчас вы этого не понимаете. И что бы я вам ни говорила, вы не поймете какой-то вот такой общий замысел. Но когда случится это, тогда все встанут на место, и вы поймете и скажете, окей, классно, супер. Очень рада, что все произошло именно так. Но тогда у вас возникнут мысли о том, что а почему это не случилось ранее, да? Надо было, чтобы это раньше случилось. Нет, все происходит вовремя. И вопрос рано или поздно, опять-таки с точки зрения энергетики, это тоже по времени, да? Не совсем корректно. Так. Это была вторая позиция. И мы с вами приступаем к позиции номер 3. Смотрим, троечки, что нам здесь скажут для вас, чего вы не замечаете. Чего вы не замечаете. Четверка копков. Четверка копков. Вы не замечаете того, что время прошло, каких-то, не знаю, ваших переживаний, расстройств, каких-то вот негативных моментов, сомнений, что прошло уже время, да, вот, Сонышка, что что-то новое уже наступило в вашу жизнь. Здесь такая, знаете, информация идет, что вот об этом надо было задумываться в детстве, да, либо в каком-то, я знаю, подростковом возрасте. Сейчас об этом уже думать поздно, но не в контексте сожаления, а в контексте того, что дорогая ложка к обеду. То есть надо было думать тогда, когда это было уместно. Сейчас это уже неуместно. Сейчас уже время для чего-то другого. Для чего конкретно? Да, сейчас время для тройки кубков. Там солнышко у нас выпадало. Хочется сказать, сейчас время для каких-то новых совершений. Время того, что, да, хочется сказать, время деньги. Может быть, время сейчас зарабатывать как-то деньги. Может быть, время... Вот здесь время активности, да, как-то действовать. То есть тот период, не знаю, остановки какой-то, он прошел. Сейчас время начать что-то делать, начать работать, начать что-то менять в своей жизни. То есть вам сейчас открываются какие-то новые, как они называются, двери. И очень важно в эту дверь войти. Не заколебаться. Где некрасиво звучит? Не заколебаться. То есть не нужно колебляться, не нужно мельтешить. Нужно решительно войти в эту дверь. Вот в таком контексте это слово, да, там прозвучало очень забавно. Сейчас настало время каких-то перемен, время действия, время активности. Как-то, знаете, засучить рукава и начать работу. Здесь работа мне идет, все кипит, все, какая-то активность. Время того, что открытых дорог. Посмотрите, все арканы говорят о движении, все арканы говорят об активности. Мы в открытой двери сейчас. Сейчас неуместно вот это вот погружение в себя, остановка. Нет. Либо какой-то выбор. Нет. Сейчас уместно двигаться вперед. Для чего мне дана эта информация? Для того, чтобы вы поняли, что сейчас, вот если вы ждали, когда начнется правильный период, когда надо реализовывать свои какие-то идеи, то есть те идеи, которые вы вынашивали, причем очень долгий период, сейчас пришло время начать их реализовывать. То есть для кого-то, не знаю, период, если у вас взрослые уже дети, как-то повзрослели, отпустить этих детей от себя. Если есть какие-то идеи, то пришло время разродиться этими идеями. То есть начать реализовывать их. То есть сейчас не время о чем-то думать, сейчас не время там что-то планировать. Всему свое время. Вот у вас был период на то, когда я помню, говорила, не торопитесь, посидите, не отдохните, не торопитесь. Вот сейчас как раз-таки наступает другой этап, другой период, когда надо наоборот, надо действовать, надо активничать, надо себя проявлять, надо выходить в свет, надо общаться, надо знакомиться с людьми, надо заводить какие-то новые полезные контакты. Здесь активничать, нужно себя продвигать, как говорится, людям показывать себя. очень важно сейчас не тупить, опять-таки, при взаимодействии с людьми. Здесь необходимо активность. я склоняюсь к тому, что это касается профессиональной сферы. То есть вы, по сути, не замечаете того, что время пришло. Что конкретно надо реализовать здесь? Ну вот движение, здесь важно обмениваться какой-то новой информацией с другими людьми. Здесь очень важно общение, коммуникация. Почему вот общение сейчас важно? Потому что вы будете получать удовольствие от этого общения. может быть, тема будет такая. Может быть, вы найдете для себя единомышленников. Может быть, не знаю, как будто бы отношение людей сменилось, и оно стало более, не знаю, люди как будто бы более улыбчивые, более восприимчивые по отношению к тому, что вы говорите. Опять-таки, мне профессию показывали, какую-то такую бизнес-сферу, когда раньше, может быть, не было клиентов. А сейчас такое ощущение, что вот как будто бы клиенты сами к вам приходят. Как, я не знаю, хочется сказать, клиент созрел, долго думал, не было денег, были какие-то другие задачи. Вот сейчас он созрел, и он готов прийти к вам и покупать ваши продукты. Но для этого вы должны о себе заявлять, вы должны о себе говорить, чтобы он вас заметил, либо вспомнил о вас. Может быть, вам нужно напомнить кому-то о себе, своим клиентам, которые когда-то у вас что-то спрашивали, какие-то продукты приобрести хотели. Здесь люди вас будут замечать сейчас. То есть, если кто-то, например, ищет работу, сейчас подходящее время, потому что на вас будет обращать внимание. Если ранее вы не могли продать какие-то свои услуги, то сейчас именно на вашу услугу обратят внимание. Еще раз повторюсь, чего вы не замечаете, что время пришло. То есть, вы почему-то считаете, что еще рано, но на самом деле уже время пришло. Не пропустите это время. Король жезлов. Начните двигаться. Кто-то хотел здесь развиваться, вот что-то новое изучать. Опять-таки, может быть, повышение квалификации, может быть, что-то, что связано с развитием. Здесь вам это вот прям оно то, то самое. Все карты показывают на движение. Уходите, уходите вот от этих трудностей, сложностей. Ну, то есть, не начинайте сейчас проигрывать опять свои старые сценарии в контексте того, что, о, может быть, еще не время, у меня не получится. Ну, хотя здесь уже нет такого. Вы уже, я говорю, вы уже как-то выросли, вы уже по-другому смотрите на вещи. Ну, восьмерка педакли, мастерство и говорю, да, даже не буду вытаскивать остальные арканы, то есть, здесь общий смысл такой. Дерзайте, дерзайте, как говорится, это было по-гречески. Просто есть такая, такая, как она называется, присказка, да, по-гречески. Мне показалось почему-то, что она на русском языке. Я ее старалась вспомнить, заказаться она на греческом. То есть, когда все переведу на русский, правда, она так будет нелепо звучать, то есть, железо куется, пока она горячая, то есть, в свободном переводе это будет звучать как-то так. То есть, пока железо горячее, да, вот его нужно ковать, иначе вы упустите шанс. Не упустите свой шанс. Как-то так. Сегодня был какой-то такой, как поток, вот действительно поток, потому что, в принципе, я на карты-то и не смотрела. Вот, особенно если мы говорили о первой позиции, там вообще, независимо от того, что я выкладываю карты, я все равно на них не обращаю внимания. Они помогают мне сонастраиваться. Вот, и совсем не улетать куда-то. Вот такой у меня был расклад для вас. Сегодня необычные, для меня опять-таки, энергии, они были необычные. Хочу пожелать всем вам отличной недели, осенней недели. Одевайтесь потеплее. У кого уже холодно, главное, храните и бегите теплоту в своей душе. Вот, и больше улыбайтесь. Неважно, знакомые люди, незнакомые, идете по улице, больше улыбайтесь, больше поднимайте голову к небесам и не смотрите себе под ноги. Смотрите на небо, благодарите за прожитый день, за то, что у вас есть, и просто благодарите. Неважно за что, просто слово благодарности. Вот такое, так скажем, напутствие от меня. Всем отличной недели. Пока-пока.